Меня зовут Таня. Одно время я работала, мы делали систему для атомных электростанций. Я много об этом знаю и хочу вам сегодня рассказать о том, что лежит в основе ядерных реакторов, то есть о критической массе, о цепной реакции, о том, как можно получить критическую массу и как можно управлять цепной реакцией. Начну с того, как и почему делится ядро. Нам сейчас кажется очевидным, что ядра могут делиться. При делении ядра оно распадается на два или больше осколков сопоставимой массы. Это ключевой вопрос, потому что на самом деле в природе ядра делятся очень редко. Даже тяжелые нестабильные изотопы они чаще всего распадаются через каналы альфа и бета распада, то есть они излучают альфа или бета частицу гамма-квант и немного теряют свою массу. И вот ученые не могли себе представить вообще того, что ядро может поделиться. В начале 20 века оттаган и фридж-страссман облачили уран потоком нейтронов и у них в результате получилось химическое вещество, которое выпало в осадок при химической реакции на барий. Они очень удивились, потому что сначала они подумали, что это радий. Масса радия близка к массе урана. Они перепроверили это много раз, потому что масса бария почти в половину меньше, чем урана. В конце концов, когда они подтвердили эти химические свойства, они выпустили очень осторожную статью о том, что как химики они подтверждают, что это барий, но как физики они не могут решиться на такое утверждение. Тогда казалось, что это все равно, что камень раскололся бы, если по нему легонько постучать пальцем. А дело в том, что некоторые изотопы могут делиться, когда они захватывают дополнительные нейтроны. Объяснили это, основываясь на капельной модели ядра. Представим, что ядро – это капля электрически заряженной жидкости. В нем действуют ядерные силы между всеми наклонами, протонами и нейтронами. И в нем действует еще электростатическое отталкивание между протонами. В норме все это скомпенсировано, поэтому ядро имеет сферическую форму, протоны находятся на периферии. Но если ядро захватывает нейтрон, ядро переходит в возбужденное состояние, деформируется, начинает колебаться. Оно теряет свою сферическую форму при этом. Если возбуждение невелико, то оно может избавиться от него, если оно испустит нейтрон или гамма-квант и вернется в исходное состояние. Но если возбуждение оказывается достаточно сильным, то в ядре при колебаниях может образоваться перетяжка. И вот в этой узкой перетяжке ядерные силы уже не смогут скомпенсировать действие кулоновского отталкивания протонов. Тогда ядро разрывается на две части и эти осколки разлетаются в разные стороны с огромными скоростями и с огромной энергией. Большая часть энергии деления ядра выделяется именно в виде кинетической энергии движения вот этих осколков. Они разлетаются с одной тридцатой скорости света. И эта кинетическая энергия возникает как раз именно из-за кулоновского отталкивания протонов. Потом эта энергия переходит постепенно в среду, когда они сталкиваются со средой с другими атомами. Энергия рассеивается, постепенно переходит в тепло. Вот как делится ядро урана. Не пугайтесь этой формулы, потому что все, что вам нужно увидеть из этой формулы, это то, что уран захватывает один нейтрон. И дальше он вот деформируется, может поделиться, например, на криптон, барий и три нейтрона. Вот сверху это и написано, сверху мы получаем барий плюс криптон плюс три нейтрона. Он также может поделиться на ксенон плюс стронце плюс два нейтрона. Может еще образоваться молебден плюс лантан плюс, по-моему, да, плюс два нейтрона. Вообще известно около ста разных изотопов, которые могут получиться в результате деления урана. И вот мы смотрим на эту реакцию. И видим, что кроме продуктов деления, кроме вот этих осколков, здесь еще есть два или три нейтрона. Запомните их хорошо, потому что они нам сейчас нужны. Вот благодаря этим ребятам существует цепная реакция. Цепная реакция – это такая реакция, при которой одна реакция этого типа вызывает последующие реакции того же типа. Такое бывает у химических реакций, у ядерных. При реакции деления тяжелых ядер получается, что нейтрон, который образовался в предыдущем распаде, попадает в другое ядро и вызывает его деление, при котором тоже выделяются нейтроны. И чтобы цепная реакция сама поддерживалась, надо, чтобы в каждом поколении нейтронов рождалось не меньше, чем в предыдущем поколении. Вот это рассматривается для всего объема вещества, то есть не для одного-двух атомов, а для всего куска вещества, который у нас есть. Потому что нейтрон, кроме того, что он вызовет другую реакцию, он может потеряться, он может поглотиться какой-то примесью без всякого эффекта, или он может просто вылететь за пределы материала. И вот отношение количества нейтронов в одном поколении деления к количеству нейтронов в предыдущем поколении деления будет называться коэффициентом размножения нейтронов. Это понятие нам еще потом пригодится. Вот если смотреть даже здесь, вот, например, мы возьмем один акт деления, у нас образовалось два нейтрона, у нас один нейтрон, то есть два к одному у нас коэффициент размножения нейтронов равен одному. Но, в принципе, это рассматривается в макроскопическом объеме. Если коэффициент размножения нейтронов меньше единицы, то реакция будет затухать. Если он больше единицы, то реакция будет нарастать взрывообразно, вот как здесь. А если он равен единице, вот это самое интересное, потому что тогда, возможно, стационарная самоподдерживающаяся цепная реакция. Такое состояние называется критичностью. Теперь представим, что у нас есть кусок делящегося вещества какого-то размера. В нем что-то выделилось, появились нейтроны, часть их поглотилась, часть улетела. И вот чем больше кусок материала, тем больше нейтронов сможет прореагировать внутри материала, не вылетев за его пределы. И вот критическая масса – это минимальная масса делящегося вещества, в которой может возникнуть цепная реакция деления. Коэффициент размножения нейтронов при этом будет больше или равен единице. Размеры, соответствующие критической массе, тоже называют критическими. Если мы учитываем только утечку нейтронов через поверхность, то она будет минимальной у шара, потому что у шара будет максимальное отношение объема к площади поверхности. И поэтому, когда критическую массу определяют для какого-то материала, то это просто масса шара из этого материала. На самом деле там зависимостей больше. Кроме, собственно, количества вещества, критическая масса будет зависеть еще, во-первых, от формы. Как я уже сказала, сфера, форма самая выгодная. Поэтому, если у меня есть кусок вещества какой-то произвольной формы, то если я приближу его по форме к сфере, то он может выйти на критичность. Затем, от температуры. Чем выше температура, тем быстрее будет скорость теплового движения атома в веществе. И когда мимо них пролетает нейтрон, то у нейтрона будет больше относительно скорость относительно них. И чем ниже температура, тем больше вероятность, что нейтрон сможет поглотиться в этом веществе. Это первая причина. Вторая причина – это то, что если вещество с ростом температуры будет расширяться, то расстояния между атомами будут увеличиваться. И нейтрон, возможно, сможет с большей вероятностью пролететь между атомами и не провзаимодействовать. Поэтому, чем ниже температура, тем меньше критическая масса. Затем, она зависит от плотности. Чем больше будет плотность, тем меньше нужна критическая масса. Если у нас температура постоянна, то плотность можно изменить, если мы приложим внешнее давление, например, или если мы изменим кристаллическую структуру вещества. Например, у плутония есть несколько возможных разновидностей кристаллов, у которых сильно различается плотность. И затем использование отражателей. Это очень широко применяется. Если вот на этой картинке, например, мы окружили вещество отражателем нейтронов, то нейтрон вылетает из вещества, отражается в этом материал или возвращается обратно в вещество. И может вызвать новые реакции. И это позволяет сильно уменьшить необходимую массу для возникновения критичности. И вот, когда деление ядер только начинали исследовать, то возникало много случаев спонтанной цепной реакции. Правда, при этом не было ни одного ядерного взрыва. Потому что, чтобы получить ядерный взрыв, критическое состояние нужно получать очень-очень быстро. Если мы его получаем медленно. Например, у меня в двух руках сейчас по куску урана. Я начинаю их медленно сближать. Я их постепенно сближаю, сближаю. Они начинают обмениваться друг с другом нейтронами. Между ними постепенно начинает возникать цепная реакция. Они начинают разогреваться. Я сближаю их сильнее. Они разогреваются до красна, начинают светиться. Они разогреваются до бела, они плавятся. В конце концов, этот расплав будет нагреваться, кипеть, испаряться. Но взрывообразной реакции происходить при этом не будет. То же самое происходило при спонтанных случаях цепной реакции. Вещество, как минимум, разогревалось настолько, чтобы перестать быть критичным по условию температуры, как я говорила. И вот всего произошло 60 случаев спонтанной цепной реакции. При этом были люди, которые пострадали фатально. Это обычно люди, которые находились меньше одного метра, собственно, от источника цепной реакции. И погиб по меньшей мере 21 человек. Вот несколько случаев выхода на критичность. Это Леди Гадива. Экспериментальный ядерный реактор, построенный в Лос-Аламовской национальной лаборатории в 40-х годах. Его так назвали в честь персонажа британской истории. Леди Гадивы, которая проехала обнаженной верхом на коне по улицам Ковентри, ради того, чтобы ее муж-граф снизил налоги для подданных. Реактор так назвали потому, что его активная зона была полностью обнаженной. У нее не было ни отражателей нейтронов, ни биологической защиты, ничего, даже корпуса. Собственно, активная зона состояла из шара высокообогащенного урана, массой 53 килограмма, разделенного на три части, закрепленного на каркасе. И при работе эти три части сближались, а там было отверстие, внутрь еще вставлялся стержень из урана. И тогда вся эта сборка выходила на критичность. Вот на второй картинке виден тот же самый реактор. После одного из эпизодов выхода на критичность вот видно, что металлические конструкции поплавились и деформировались. Еще на счету Леди Гадивы есть такой случай. Экспериментатор Отто Фриш однажды чуть не погиб, когда он приблизился к собранному ядру Леди Гадивы. Потому что человеческое тело отражает нейтроны. И когда он приблизился к ядру, таким образом в ядре возникло критическое состояние, и началась цепная реакция. И спасло его только то, что он очень быстро отчатнулся и разобрал сборку. А первый смертельный случай, связанный с цепной реакцией деления, произошел в 1945 году в Лос-Аламосе. Ученый Гарри Деглян экспериментировал с плутониевой сферой под критичной массой. Это была сфера из плутония, массой чуть больше 6 кг. Критическая масса чистого плутония 11 кг. То есть она была почти в половину легче. Ее потом прозвали Demon Core, ядро демона или заряд демона, за то, что на ее счету есть два случая возникновения спонтанной цепной реакции и две смерти. Что делал Гарри Деглян? Он обкладывал эту сферу нейтронным отражателем, блоками карбида вольфрама, вручную. Добавлял их сборку по одному, таким образом добиваясь критического состояния. И вот он нес очередной блок. И тут нейтронные счетчики предупредили его о том, что сейчас сборка станет сверх критической. Он надернул руку, но случайно уронил брикет прямо в центр сборки на плутониевый шар. Сборка тут же стала сверх критической. Он попытался сбить блок, у него это не получилось. Ему пришлось вытащить некоторые блоки прямо из сборки. В результате он получил 510 рентген нейтронного излучения. Он попал в больницу, его лечили, но он впал в кому и умер через 25 дней. Вторая смерть на счету ядра демона – это ученый Луис Слотин. В этот раз плутониевую сферу окружили бериллиевым отражателем, двумя полусферами. Слотин показывал опыт семи другим ученым. Он уже показывал этот опыт несколько раз из-за чрезвычайной опасности этого опыта. О нем говорили, что это все равно, что дергать дракона за хвост. И даже Энрико Ферми предупреждал его и других сотрудников о том, что если они не прекратят такие опыты, то погибнут в течение года. Что он делал? Он клал плутониевую сферу в нижнюю бериллиевую полусферу отражающую. И потихоньку опускал верхнюю полусферу, придерживая ее большим пальцем за отверстие в верхней части. Когда он вот так вот ее опускал и приподнимал, то датчики регистрировали изменение активности сборки. Единственным, что мешало полному смыканию полусфер, была отвертка в правой руке ученого. И вот в этот раз отвертка выскользнула. Ученые увидели голубое свечение воздуха из-за ионизации. Почувствовали волну тепла, а Злотин ощутил кислый привкус во рту и сильное сжение в левой руке. Он тут же сбросил эту полусферу на пол, чем спас жизнь остальных людей в лаборатории. Но сам он получил смертельную дозу облучения. Он получил 9 зивертов. Как только он вышел из здания, у него началась рвота, как реакция на облучение. Его отвезли в больницу, лечили. Но состояние его быстро ухудшалось, он умер через 9 дней. При переработке урана и плутония с ними часто работают в жидком виде, как с растворами. И вот раствор урана или плутония может выйти на критичность прямо в жидком виде, в баке. Если бак достаточно большого размера. И там достаточная концентрация. И вот один случай произошел все там же, в Лусаламосе, в 1958 году. В баке находился раствор плутония. По ошибке так вышло, что концентрация его в баке была в 200 раз выше предполагаемой. И что хуже того, он был распределен там неравномерно. То есть его концентрация в верхней части бака была больше, чем в нижней. В верхнем слое жидкости она была больше. Химический оператор Сесил Келли подошел и включил перемешивание в баке. При перемешивании произошло то, что происходит, когда вы мешаете чай. В баке образовалась воронка. И этот верхний слой жидкости, который был легче, он оказался в середине воронки. И еще хуже, он оказался окружен жидкостью, которая отражала нейтроны. И в воронке возникла цепная реакция. Она продолжалась 200 микросекунд, но выделилось огромное количество гамма и нейтронного излучения. Другие ученые в это время увидели яркую вспышку света. Сесил Келли в это время стоял на лестнице, смотрел через окошко на содержимое бака. Ученые увидели вспышку света. Келли упал с лестницы или сбитый с ног вспышкой, или потеряв сознание, после этого он встал, шатаясь, вышел из помещения. В технике нашли его снаружи. На снегу он лежал, потерял координацию движений. Тогда вероятность цепной реакции в баке не могли себе представить. Поэтому подумали, что он просто обжегся кислотой. Его тут же потащили в душ, но он быстро потерял сознание. Его лицо стало ярко-розового цвета от острого лучевого поражения кожи. Его отвезли в больницу и он умер через 35 часов. Теперь хватит о плохом, потому что цепная реакция совсем не обязана проходить так взрывообразно и драматично. Цепной реакцией можно управлять и держать ее на постоянном уровне, если знать как. Теперь о том, благодаря чему ей можно управлять. Зачевая вещь в управлении ядерной реакцией – это запаздывающие нейтроны. При распаде не все нейтроны выделяются мгновенно. Вот те 2-3 нейтрона, которые там были раньше в формуле, действительно выделяются сразу же при реакции, мгновенно. Но у продуктов деления есть избыток нейтронов. Это более легкие атомы, а более легким атомам, как правило, нужны меньше нейтронов на их число протонов. И они могут излучать эти нейтроны через какое-то время, от нескольких миллисекунд до нескольких минут. Доля этих запаздывающих нейтронов меньше 1% относительно всего числа нейтронов. Но именно благодаря им можно делать управляемую цепную реакцию. Потому что если бы критическое состояние можно было получить только на мгновенных нейтронах, никакая автоматика не успела бы вмешаться, реакция бы нарастала взрывообразно. Но из-за того, что сборку удается сделать подкритичной на мгновенных нейтронах, но добавка вот этого вот меньше 1% запаздывающих нейтронов делает сборку критичной, можно успевать делать какие-то действия, чтобы управлять реакцией, например, изменять количество поглощающего материала, то есть двигать управляющие стержни. Еще один важный факт оцепной реакции. Чем медленнее нейтрон, тем больше вероятность, что он сможет поглотиться ядром. Быстрые нейтроны пролетают мимо, а медленные нейтроны с большей вероятностью смогут захватиться и вызвать деление. Поэтому в большинстве современных реакторов нейтроны искусственно замедляются до скорости теплового движения атома в веществе. Для этого их просто механически сталкивают с атомами другого вещества. Как правило, используется легкое вещество. Обычно используется вода, у которой есть легкие атомы водорода. Используется графит со своими атомами углерода. Еще раз подчеркну, что я говорила о мгновенных нейтронах и о быстрых нейтронах. И это разные вещи, потому что в литературе вы будете все время видеть быстрые нейтроны. Потому что мгновенные нейтроны – это те, которые спустились мгновенно без запаздывания. Их противоположность – запаздывающие нейтроны. А быстрые нейтроны – это те, которые не были замедлены. Их противоположность – это медленные нейтроны. И вот на этих принципах и работают реакторы. Первый ядерный реактор существовал в Африке, в Габоне, 2 миллиарда лет назад. Работал около миллиона лет. Это уже подтверждено. По изотопному суставу уже доказано, что там действительно существовал естественный ядерный реактор под землей. Там было месторождение, в котором урановая руда находилась не только в виде оксидовой, не только рассеянной, как она обычно находится. Там были отдельные металлические самородки, жилки практически чистого урана. И хочу заметить, что период полураспада урана-235 меньше, чем у урана-238. То есть он быстрее распадается и теряется. Сейчас его стало меньше, чем его было 2 миллиарда лет назад. Тогда его концентрация была достаточной для поддержания реакции деления. И, кроме того, через это подземное месторождение протекала подземная река. И вода в этой реке как раз работала замедлителем нейтронов. Получалось так, что начиналась цепная реакция. Вода замедляла нейтроны, цепная реакция шла. Вода вскипала. Замедление переставало работать. Цепная реакция потихоньку затухала. Вода снова охлаждалась. Замедление начиналось, цепная реакция начиналась. И так оно мигало каждые 2,5 часа. В пике работы реактор разогревался до нескольких сот градусов. Мощность была около 100 кВт. И он работал миллион лет, пока уран-235 не выгорел. А тектонические процессы не выдавили реку из этого месторождения. Здесь на фото, кстати, оксиды урана видны желтым цветом. Кроме того, в этом реакторе был наработан плутоний. Сейчас этот плутоний, конечно, весь распался. Но его следы в виде нужных изотопов сохранились. Это уже тоже подтверждено. Теперь о реакторах, созданных людьми. Первый реактор, созданный людьми, вот он. Это Chicago Pile 1. Чикагская поленница-1. Первый в мире управляемый ядерный реактор. Его построили в 1942 году под руководством Энрика Ферми. Топливом был природный не обогащенный уран. Замедлителем был графит. Поглотителем были стержни из кадмия и бористой стали. В том числе там был стержень, который извлекался вручную. Здесь это даже показано для приведения реактора в критическое состояние. Охлаждался реактор только воздухом. Активную зону его сделали из просто послойно уложенных графитовых блоков, укрепленных деревянным каркасом, а в полости этой конструкции укладывали ядерное топливо. В исходной оценке ядерный размер активной зоны оказались завышенными, поэтому изначально предложили заключить реактор еще в оболочку, из которой можно будет выкачать воздух, чтобы уменьшить поглощение нейтронов. Ее заказали на заводе «Гудзир» по производству оболочек аэростатов. И назначение было строго секретным, поэтому там ходило много шуток о квадратном воздушном шаре. И вот эту оболочку поместили, и внутри нее начали собирать реактор. Большинство строительных материалов изготавливали здесь же на месте. Пороскообразный оксид урана прессовали в блоки на гидравлических прессах. Графит нарезали на блоки на деревообрабатывающих станках. Из-за большого количества графитовой пыли ученые и строители были похожи на шахтеров после смены. И вот 1 декабря 1942 года измерения показали, что размеры реактора уже приближаются к критическому. Тогда решили приостановить эксперимент до следующего утра, пока фермии и остальные участники соберутся на площадке. К эксперименту хорошо подготовились. В реакторе была аварийная система защиты. Если бы нейтронный поток превысил определенный уровень, то в него автоматически вошли бы стержни-поглотители. Кроме того, был еще один стержень, который висел на веревке над реактором. Рядом с ним стоял человек с топором, готовый в случае чего перерубить веревку. Тогда стержень упал бы в реактор и заглушил реакцию. Кроме того, на платформе, здесь даже видно, стояли 3 человека, готовые в случае какого-то сбоя залить сборку раствором соли кадмия, чтобы остановить реакцию. И вот 2 декабря 1942 года перед группой наблюдателей Джордж Вейл постепенно вытащил урановый стержень-поглотитель, в то время как Ферми стоял на площадке и наблюдал за нейтронной активностью. И в Чикагской поленнице началась самоподдерживающаяся цепная реакция. Ферми сам заглушил реактор через 28 минут, когда убедился, что реактор вышел действительно на постоянный уровень мощности. И, кстати, тогда возле реактора присутствовали 49 человек. Есть миф о том, что все эти люди в скором времени умерли от рака. Национальная лаборатория Аргонна отследила судьбы этих пионеров. И вот на мае 2014 года, 72 года после запуска Чикагской поленницы, умерло 40 из 49 пионеров. 11 из умерших прожили больше 90 лет, 23 больше 70. И это при том, что у реактора не было никакой биологической защиты. Теперь вы знаете о том, на каких физических принципах основана работа реакторов. Если вдруг у вас заваляется кусочек урана, вы узнаете, как получить критическую массу. И почему этого лучше не делать на коленке в домашних условиях. Зимой или весной я прочитаю еще лекцию о современных реакторах и их типах. А сейчас задавайте вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...